Всем привет, мои маленькие любители экстремизма, с вами Дэн, и сегодня я хотел бы поговорить о игре Дэдпул Зе Гейм. Итак, вообще, что такое Дэдпул, кто это, и вообще, что это такое, блин, господи помилуй. Во-первых, Дэдпул это персонаж Marvel вселенной и по совместительству мой самый любимый персонаж именно этой вселенной. Дэдпул действительно очень красочный и колоритный персонаж, на самом деле, очень хорошо прописан, очень хорошо сделан, особенно это в комиксах очень, ну, блин, действительно круто. И по нему даже скоро выйдет фильм уже, уже вышла игра даже, и до хрена комиксов о нем, на самом деле, поэтому можно спокойно на досуге почитать о нем, узнать, потому что это действительно крутой персонаж. Знаете, до релиза я очень волновался насчет того, что игра получится так себе плоской, недоработанной, потому что за игру, ну, в принципе, по традиции, собиралась сделать Activision по правам Marvel. Действительно, меня это очень пугало, потому что Activision все-таки нихрена не умеет делать игры по супергероям. Вот, вот, блядь, хоть убей их, ну, не могут они, и все. Поэтому, блин, у меня очень были большие волнения насчет переноса вообще Дэдпула в игру, но, знаете, судя по трейлерам, это, блин, уже по трейлерам трейлеры вытаскивали. И действительно казалось то, что, блин, игра получится действительно крутой. Хотя, все равно, даже посмотря на трейлер, я такой подумал, то, что, блин, не дай бог это и весь рационал, ну, весь объем шуток за всю игру. Но нет, блин, действительно, весь юмор, он встречается везде, и как в катсценах, и как в геймплей, и в каких-то смешных ситуациях. То есть, это везде все описано. И так, те, кто читает от Дэдпула, в общем, увлекается Дэдпулом, то не беспокойтесь, он действительно охренительно перенесся. То есть, у него есть традиция, допустим, общаться с зрителями, у него есть два внутренних голоса, типа белый и желтый, и это действительно круто выглядит. Он общается, он веселится, и это, блядь, действительно фаново. Это очень круто, очень круто показано, на самом деле, хотя я этого и не ожидал. То есть, это шикарно, у меня даже нет слов просто. Но, знаете, ребят, единственное, что конкретно минусов теперь можно сказать, это, во-первых, боевка, блин, боевка. Ну, знаете, даже у Марк Эка Гетинг Капа лучше боевка, чем у Дэдпула, поэтому я не знаю. Да, там есть, конечно, ветка развития, но, знаете, как-то это так все проходится, все как-то аркадно, все как-то... Ну так, надебись, сделали ребятки из Activision, что еще можно сказать? Ну да, в принципе, боевка какая-то, окружения однообразные, NPC, их не так, в принципе, там много, хотя я еще полностью игру не прошел, но все же как-то... Я поиграл уже 2-3 головы, и там, блин, NPC повторяются очень часто, поэтому как-то... Да, и все. И тем более, я думаю, блин, они будут продолжаться до конца игры, но все же. Также хотелось бы касательно других персонажей, там же есть и Росомаха, и Домино, и Кабель, Кейбл, ненавижу, когда его Кабелем называют Кейбл. Другие различные персонажи из вселенной Марвел. Вот, они там тоже есть, и, блядь, ну это просто охренительно, не знаю, мне вот... Играю я лично вот так, чтобы просто посмотреть, то есть, знаете, вам даже достаточно не играть в эту игру, вам достаточно вот зайдите, посмотрите какой-нибудь там летсплей на ютубе, Потому что, блин, это действительно смешно и весело. Дэдпула как раз-таки вот за гейм надо смотреть, а не играть, потому что играть скучно, а тут лучше смотреть вот как кино, как мультик. Вот поэтому, блин, я очень жду на самом деле кино Дэдпул, которое выйдет в 2013 году. Ладно, короче, подытожу, игра получилась очень смешной, ну просто, блин, охренительно, очень смешной, веселой, довольно забавной ситуацией. А Дэдпул очень колоритен, как всегда, то есть, его очень хорошо перенесли в игру, полностью перенесли, не как со Спайдерменом, который был вообще, не знаю, как будто второстепенный персонаж, То есть, он просто бегал, вроде камера за ним не слазит, и все, и он мертвый, никаких эмоций, ничего, ни чувств, ни... Ну, короче, Спайдермен провалился полностью, а вот Дэдпул, видимо, Activision понимает свои ошибки и начали исправлять, действительно. Действительно, игра получилась хорошая, поэтому, если вы хотите, то вы можете, конечно же, купить эту игру, она действительно хороша. Но, лично я вам рекомендую, конечно же, сначала поиграть в прадку, если вам, конечно же, не понравится игра, то благополучно ее возьмите и удалите. Если вам, конечно, она понравится, то обязательно, просто в обязательном порядке покупайте лицензию. Ну, вот и все, что я хотел сказать. С вами был Дэн, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, как вам Дэдпул, как вам эта игра. Вот и все, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok